Привет, дорогие друзья! Существует такой вопрос, он достаточно уже давно летает, скажем так, в воздухе и мне его часто задавали. Я уже, честно хочу сказать, записывал видеоролик на тему, разрешено ли собирать дрова сухостой в лесу, разрешено ли и какая, самое главное, существует за это ответственность и существует ли она вообще. Конечно, хочу сказать, что мое мнение как юриста тут достаточно простое в этой ситуации, что если у нас что-то не запрещено, то у нас это естественно разрешено, потому что в кодексе об админ правонарушениях, в кодексе уголовном нету такой статьи, ну нету попросту, за то, что ты ходишь, собираешь какое-то упавшее дерево, какие-то дрова, какие-то там, не знаю, кустарник поломанный, который в общем неживой уже является, за это ответственности у нас никакой нет. Но, скажем так, действительность наша, она диктует немного другую ситуацию и зачастую те же вот, кто у нас имеет право в государстве составлять протоколы, привлекать к админоответственности, у них мнение на эту тему другое. И, соответственно, как ответ общества, потому что этот вопрос очень много кому интересен, была создана определенная петиция. Данную петицию я разместил у меня в Телеграм-канале, ссылочка на Телеграм будет в описании. Переходите в Телеграм, там будет ссылка сразу на эту петицию, а затем переходите на эту петицию и подписываете ее. Почему я ее разместил в Телеграме? Чтобы и аудитория, которая в Телеграме, и в Ютубе, чтобы все, кто, скажем так, к этому причастен, кто, скажем так, кому этот вопрос интересен и он не является для него безразличным, мог, скажем так, подписать данную петицию. Давайте же посмотрим, что там это за петиция. Дозвол это население Украины без будь-яких дозволей взбираты в лисе мертвую дровину, так, як сушняк, повалони дерева, хмыс и порубкови залышки. Автор петиции инициативы Вкасумов Юрий Мансумович. Видите, друзья, что уже много подписей, еще время есть, поэтому вы можете, скажем так, долучиться до этой инициативы и подписать зазначенную петицию. И, сгідно с текстом, зазначеною петиции, то, что у нас зазначено, стаття 13 Конституции, земля и надмара, атмосфера, повітря, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в межах территории Украины, природные ресурсы и континентального шельфа, виключно морской экономической зоны, и объектами права властности украинского народу. И кожен громадян мое право використовувати природные объекты права властности народу, відповідно до закону. Так что, вы видите, друзья, есть такая петиция, еще раз прошу, если кто-то, скажем так, не безразличен к этому вопросу, поддержите и подпишите. Думаю, там еще срок достаточный и собрать те 25 тысяч необходимых голосов вполне, честно хочу сказать, возможно еще. Что я хочу заметить? Еще по поводу законодательной базы, потому что есть определенные у нас законы, если их проанализировать с юридической точки зрения, то вообще ничего на самом деле менять не надо, и человеку и так разрешено проводить сбор вот этого всего в лесу. Закон Украины про рослинный свит. Данный закон был принят еще в далеком 1999 году. И в данном законе еще есть статья 9. Давайте я позволю себе тоже ее зачитать. Загальное використание природных рослинных ресурсов. В порядку загального використания природных рослинных ресурсов громадянин может сбирать ликарские и технично сыровину, квиты, ягоды, плоды, грибы и другие продукты для удовольствия своих потреб, а также использовать эти ресурсы в рекреационных, здоровьях, культурно-освитных и духовных целях. Там есть очень важный пункт – техническая сыровина. Вы же мне скажете, что там же про дрова ничего не сказано. Техническая сыровина, давайте разберемся, что вообще это такое, что это вообще за такой у нас свит. Статя 3 цього же закона. Природные рослинные ресурсы – объекты рослинного свита, что используются або могут быть использованы на селе для потреб виробництва и других потреб. Что такое техническая сыровина? Что такое древесная сыровина? Давайте еще один нормативный акт. Деревна сыровина – повалені дерева, деревні хлисти, довгоття, круглі і коляті лісоматеріали, пнева і подріблена деревина, а также входят лісозагатіва, лісопиляння и деревообробки, призначені для перероблення чи використання як палива. Держнагляд охорон праці – наказ про затвердження правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості від 2005 року. Так що, видите, дорогі друзі, этот наказ, он расшифровує, що такое вообще вот эта сыровина, що такое це сырье. Т.е. якщо все це проаналізувати, як вот с точки зрення юриста, і якщо, не дай Бог, действительно, на кого-то із вас составить какой-то там админматериал і так далі, то сохраните этот видеоролик себе і виспользуйтесь їм. Я здесь поетапно, пошагово, с точки зрення юриста, с точки зрення адвоката, того человека, который ходит в судебні засідання, роз'ясню, якщо це можна робити. І якщо ви, допустим, не дай Бог, якщо що-то там на вас составят, судьи це все роз'ясніте, с теми ссылками, на які я ссылаюсь, то, я думаю, в любом случае, вас признають невиновним в любому административному правонарушению. Потому що ще раз хочу повторити мою мисль, скажем так, що це повторення мати ученья, що то, що у нас не запрещено, то у нас разрешено. А кроме того, якщо зробити ще раз системний аналіз вот этих всіх норм, то встає понятно і просто це любому чоловіку, я думаю, понятно, що можна собирати, і даже це і розрешено з точки зрения нашого законодательства. Поэтому, друзія, завжди изучайте действующее законодательство, изучайте, читайте, якщо що-то ви не знаєте, то завжди можете у мене на моєм ютуб-канале найти ответи на те наиболее острі, наиболі часто задаваємі вопросы на сьогоднішній день. Тому що я постоянно сижу, мониторюю, сижу, отслеживаю те вопросы, які інтересні вам, в першу чергу, мої дорогі зрители. На цьому, я думаю, цей видеоролик закінчим. Якщо він вам понравився, знайте, що робити, пальця іграє поставте на канал, не забудьте підписатися. Всем всего самого наилучшого і до нових встреч!